и снова здравствуйте пытливый ум не дает спокойствия и вот по прошлому ролику именно аида есть такие варианты вот хочется их попробовать использовать материал именно модели сферы и бюсты вот эти все заготовки в ликбокс project the brush попробовать как они себя поведут для лепки именно в блендер может быть какая-то подойдет и уже не будет такой ломки будет проще лепиться да давайте возьмем сначала любую модельку в project заготовки болванки вот она после дайна мэш одна следом заходим в геометрии делаем зеремеш одной модели вот этой же и сохраняем сетку дайна мэш и сетку зеремеш все это закинем в блендер попробуем как по ним лепится плюсы минусы посмотрим вот сейчас все это дело прогоняется вот он результат вы видите насколько изменилась сетка все это делать теперь выглядит и посмотрим как с этой сеткой можно будет работать именно в блендер повторяюсь но ничего говорю не по не по написанному так что извините бывают сбои да как происходит вытягивание здесь для тех кто не знает и приверженец именно блендер здесь вот граф сай сделаем кисть побольше интенсивность углубление the sub просто рисование выпуклая зад и вот симметрия стоит английская x вы видите что когда вы все вытягиваете все отработает все классно и вот кстати по всему поэтому можно лепить если где-то пошла какая-то ломка просто заходим в дайна мэш делаем дайна мэш control левая кнопка мыши и вы видите насколько сетка выравнивается и можно продолжать допустим работу ну вот такой здесь принцип детка здесь вообще прикольная ничего не ломается вы видите можно гнуть как хотите даже если вы вот так вот ее согнете как-то неподобающим образом это вот выглядит страшно да опять же делаете дайна мэш где-то пустота где-то что-то сращивается вот вы видите что здесь срослось уменьшаете дров сайс и просто шифтом все это дело выглаживаете у вас опять получается однообразная сетка все здесь прикольно с этим делом вот даже тут вы можете выгладить и вот у вас уже получается какой-нибудь фантастический персонаж также давайте возьмем project опять же зайдем возьмем вот одну сферу вот сфера есть дайна мэшовская потом возьмем вот эту полисферу и возьмем вот эту за сферу все это дело посмотрим как работает опять же за рмс дайна мэш и одну сферу возьмем именно из культ из также возьмем вот эту сферу именно из культ из сохраним ее в формате общ экспортируем это control и сочетание клавиш пишем куль чтобы не потеряться и сохраняем сетка у скульптрис вот такая вот вы видите что треугольниками идет вот и посмотрим как это все делаем работает также можно здесь прибавить именно полигона вы видите вот это вот клавиша subdivide можно и сделать вот такой вот плотный но давайте тоже сохраним формате общ опять же напишем скульпт 2 и сейчас посмотрим как эти сферы если их импортировать в блендер себя поведут так открыт блендер блендер открыт погнали экспериментировать вот такой бюст подгрузился выделяем его на него нажимаем чтоб он выделился иначе скульпт не включится режим скульптинга можно включить вот здесь вот в этой вкладке потянуть вот эту вот где наши кисти находится чтобы они сгруппировались ну и первое что вопрос так давайте еще зайдем мак мэтка поставим именно наверно глину мою любимую все это дело щелчок можно закрыть и посмотрим как все это дело тянется будет ли ломка опять же английская делаем кисть побольше так сочетание клавиш я не знаю пока включить симметрию ну давайте вот зайдем в эту вкладку контекст колесиком перекрутим и найдем симметрию так симметрия x как у нас установлена модель интересная силу здесь вот потянем о модель кстати это установлена правильно control z и попробуем ее тянуть так control z control z отключим наверное видимость сетки чтоб не мешало и вот получается вот такая штука смело прям тянется вот здесь тянется классно после дайна мэш именно моделька вы видите что работать ей очень хорошо приятно и не то что другими сферами так мы давайте попробуем теперь вытянув какую-то часть вот так типа это будет у нас аид немножко вот здесь вот ему подкорректируем и шифтом выгладим выглаживается шикарно неужели вопрос решен а нет давайте попробуем теперь пролепить что-нибудь уменьшаем кисть и немножко так опять же уберем так уменьшим силу губы добавим еще тут губу добавим а как она рисует на челюсти посмотрим в принципе опять же ломает вот это вот мне не нравится это нехорошо я думал вопрос решен но в принципе если сейчас вот так вот все дело пролепить попробуем еще одну фишку вот здесь вот пролепим здесь вот и по добавим опять же все простенько вот намечен о пусть будет швингт так и теперь вот когда мы все это под набросали давайте именно меня интересует вот это вот часть вот это вот ломаная часть выглаживать ее не не хочется попробовать еще можно какую-нибудь кисточку а вдруг она исправит это дело мы же как говорится экспериментаторы если даже попробовать вот кисточку флаттен вроде что-то она тут прижимает вроде вид становится более-менее но не то что хотелось бы как в зебраж или скульптурист так ну и давайте теперь зайдем в модификаторы добавить модификатор и попробуем наверное так сначала подразделение поверхности попробуем поставить посмотрим как все это дело применится а потом будем уже экспериментировать другими так и вот так вот выглаживаем вот все подтупил немножко и уже начинает тупить ну еще немножко выгладим что-то я результата как ну результат есть да результат есть но начинает уже виснуть пока не вылетает но уже если сначала вот так все это дело проработать то в принципе сетку он подправляет давайте эту же сетку посмотрим в режиме редактирования вот все работает очень медленно но все-таки работает это может быть зависит от моего ноутбука так что тут еще можно сделать в принципе попробуем его немножко вытянуть давайте вот аида тоже можно было если вдруг голова сплюснутая немножко вытянуть и вот начинаются казусы начинает все это дело у меня подвисать ну ладно первый вариант вроде бы себя показал если сейчас модификатор удалить и вернуться допустим так ctrl z так он сейчас будет себя вести ну принцип так вроде вернулся в исходное состояние и зайдем теперь режим скульптинга и попробуем модификатор допустим мульт резолюция вот так и f уменьшим кисточку размер и подразделим это занимает опять же энное время есть неудобства но ничего сейчас будем дальше экспериментировать смотрим что да как опять же выглаживаем все у меня начинает подтуплять мне уже не интересно и теперь с rms импортируем опс уже будем делать это все дело побыстрее уже модель зеремешевская сетка другая жмем опять же нажимаем на модель жмем режим скульптинга о забегало и пробуем опять же именно вот эту кисточку опять же жмем f щелчок и вытягиваем так вроде интересно вроде все нормально после дайномеш или рано обрадовался немножко шифтом и попробуем на этом месте что-нибудь пролепить так вот так опять же f кисточку от себя на себя и попробуем да ну да лепится так запишем модель после зеремеш офигенно вытягивается и офигенно скульптится вот с этим да базара нет уже можно работать так что тут еще предлагает кисти вот так все это дело можно проработать набросать глаза и как это все дело выглаживается и выглаживается офигенно но все записали есть такое дело мэткап глина вам видно что сетка очень хорошая вот такая штука пацаны вот теперь можно работать вот теперь можно смело так где тут резко оп рано обрадовался так посмотрим это вот она резко так как она режет как она работает в принципе все нормально вот с этим да базара нет вот она и легкая и можно с ней работать после заремеш новый общее не сохранять и на сцене персонаж 3 подгружаем и попробуем работать уже с этой сферой симпатичная не могу так обычные так выделяем опять же идем скульптинг скульптинг пардон madcap включим глину ну и попробуем вопрос опять же состоит в чем так сетку можно отключить вопрос состоит именно вытягивание да опять ставим F щелчок и тянем сферу мама не горюй даже так позволяет вытягивать ну ладно мы много не будем вот таким образом опять же по вопросу аида поправляем вытягиваем ух ты глянь как она тут хорошо устанавливает так вот так это делаем а это что делает в принципе то же самое так shift выглаживаем смотрим что-то как опять же все вдавливаем ну вот здесь уже на сфере появились артефакты вот это тоже нехорошо но попробуем F и полепить да уже лепится плохо с болванок очень хорошо если бюст лепить или еще что-то а здесь получается уже вот такая как асосфера и получается если сейчас мы опять же добавим модификатор но только теперь мульти разрешение и подразделим а подождать надо конечно так и попробуем еще дальше пролепить и выгладить это все дело все начинает подтуплять так это мне не нравится долой новый ставим общее не сохранять и вот сфера после дайна мэш и давайте опять же ее выделим и опять же зайдем в режим скульптинга вопрос по-прежнему стоит в том чтобы с этой сферой можно было комфортно работать погнали опять же ставим вытяжку F здесь побольше и попробуем все это дело повытягивать во вот так вот шифт зажатый зажатое колесико это все мы дело передвигаем ну вроде бы ничего вроде бы так и сетка вроде бы и выглаживается вроде бы но попробуем опять же по старинке вот так и в принципе работать с этой с этим делом можно такого нибудь горбуза с каким-нибудь носом в принципе все работает так запишем сфера после динамеш не катит а сфера после динамеш можно прям с ней еще и поработать так что это нам дает это кисточка мне не нравится это кисточка уже пойдет во и попробуем все это дело выгладить выглаживается хреновастенько конечно ну и опять же модификаторы добавить модификатор мульт резолюция или подразделение поверхности давайте подразделим теперь она вот так и посмотрим резку интересно я часто резко работаю как да что и вот уже начинается подвисание вот это мне уже не нравится так удалим модификатор и добавим модификатор мульти разрешение и немножко подразделим и вот когда я начинаю пользоваться модификаторами начинается именно зависание подступление но это наверное зависит от моего именно ноутбука так что решить на программу не буду слабоватый может быть ноутбук так вот это дело все режется что тут рот ломки вроде как таковой нету в принципе ничего работать можно так запишем после динамеш сфера подходит вот так вот ну и давайте файл новый так сначала модификатор удалю а то сейчас будет опять подтупля и вот сфера из кульптрис альфа шестой уже подразделенная тоже добавлена сетка так мэткап глина выделяем щелчок левой кнопкой мыши заходим в режим скульптинга и меня опять интересует вытягивание опять же F и вот так все тянем так вот это уже и многовато будет ну в принципе вот эти усы пойдут так опять же сетку можно удалить прибавить чтоб вам виднее было вы видите что после того как сетку сделаешь плотнее скульпты с альфа шестой в принципе и неплохо вот как я вытянул и вы видите как она прикольно работает ломка не идет ну в принципе как по тем вот вот я могу добавлять и добавлять и добавлять и вы видите что сеточка держится еще ломки как таковой нет и выглаживается не исчезая в принципе держит форму так вот весит 146 мегабайт сейчас вот эта моделька и с ней в принципе можно работать а уж как она поведет когда вы будете уже делать полноценную модель единство я не знаю как будут расти вот эти вот мегабайты вот я чуть-чуть добавляю то понизилась то повысилась ну в принципе с этим вопросом уже не не проблема поработать так все вопрос закрыт идем зебраж и посмотрим именно на аида которого в прошлом ролике я делал здесь и посмотрим как зебраж его можно подправить аида так вот зебраж теперь жмем импорт и погнали граждане трудящиеся рабочий стол и тут после блендер вот такая моделька вышла вы видите насколько она ломаная вот что получилось с этой челюстью печаль да и только но это не беда заходим в геометри нажимаем дай на мэш и вы видите как выправилась сетка нормально если теперь выглаживать все она изумительно прекрасно но модель чуть потеряла облик да жмем ctrl z ctrl z и нужно добавить резолюции дай все вот эти полосы остались но сетка уже изменилась вот такая стала сеточка она выглядит и вот когда вы выглаживаете вы видите что как она исправляется волшебная штука мы попробуем кисточку от clay build up уменьшаем дров сайс резолюцию до двоечки и вот можно рисовать включив x можно рисовать симметрично вот здесь можно вообще отдыхать и лепить чем мне заброши нравится в скульптис точно так же вы лепите можете водить как хотите кисточку набрасывать где хотите как хотите вы видите что вы не думаете о том что сейчас где-то пойдет ломка что-то испортится время будет потрачено в этом плане да вот такой вот аид можно его подправить но сегодня это делать не буду это если вам будет интересно можно вот по этому аиду сделать ролик уже полностью как он корректировка волосы именно в зебраж будет когда вот у нас здесь была сфера а здесь другая сфера и вы видите что после дайна меш они как слепились выглаживаете когда вот это дело сетка исправляется отключаете поле и вы увидите что в принципе стыка не осталось вы можете теперь все это дело лепить и все будет хорошо так alt левая кнопка мыши отдаляем ну вот что меня не устраивает в аиде да shift левая кнопка мыши тоже выравнивает можно немножко его вот так вот подкрутить и потянуть за колесико кстати то же самое можно сделать и в блендер тут уже вот такая штука и можно морду чуть чуть сделать пошире драф включить и вот такой уже получается более менее симпатичный чел можно также включить динамику и вот вот при динамике у него перспектива вот в перспективе он вот так вот выглядит прикольно это дело выглаживается долепливается вытягивается здесь кстати я уже в начале показывал вот мофт топологи кисточка и можно это дело тянуть как хотите куда хотите делать что хотите и вы видите что ломки сетки не идет а если идет то вам поможет динамеш исправить сетку и вот выглаживаете что бы я и хотел именно наблюдать в блендере вот такую функцию вот именно мне вот так вот комфортнее нежели ловить а там я сильно потянул а здесь будет ломка здесь будет разойдутся полигоны и все всем пока до свидания